Начнем с финала фестиваля, с вручения награды, когда в волнении и в порыве искренней благодарности Он опустился на колени, быть может, это выглядело несколько театрально, но ведь он актер, игра его стихия Она захватывает его целиком, как любого творческого человека захватывает любимое дело Эвклид Кюрдидис – заслуженный артист России, человек с русской душой, как пишут о нем театроведы, из греческой фамилии Добавим, не только фамилии, но и с глубокими греческими корнями Может быть, потому он так естественно вписался в атмосферу фестиваля античного искусства Хотя впервые стал его участником Приехал в Керчь, а попал в Пантикопей, на главную площадь столицы Боспорского царства Притоней Здесь и вышел на уникальную сцену в роли фиванского царя Крионта в трагедии Софокла Антигона С которой прибыл на 17-й фестиваль Боспорские агоны коллектив Московского театра Луны Именно за эту работу в номинации «Лучшая мужская роль» Эвклид получил боспорскую нику Чем круче кто в гордыне, тем ближе и падение его Пусть раскалится в огненном горниле железо сила Будет вдвое легче ломать его и разбивать тогда И пылкого коня лихую удаль узда смиряет малая Не след кичится тем, кто сильному подвластят Что ж нам о ней поверь? Провинилась уж в первый раз сознательно она Когда закон известный всем попрала Теперь же той провинности вторую прибавила она Гордясь отделом содеянным и надо мной глумясь Не мужем буду я, она им будет Коль власть мою ей в поруганье дам Нет, будь она жены мне ближе Ближе нам всем родного домового Зевса Они со смены не избегнут кары И кары строгой Мы с этим спектаклем были в Афинах И играли в городе Коломата Практически в древнегреческом амфитеатре А в Афинами под городом Афины у старой скалы древней-древней играли тоже Антигону Ваша роль в этом спектакле, в Антигоне, она по-своему как-то уникальна для вас? Вообще древнегреческая трагедия и комедия это была мечта моя И я думал, когда же я прикоснусь к этому, когда же я прикоснусь Ведь это материал очень сложный, и не каждый режиссер и театр хотел бы взяться за такой материал Попробовать воплотить царя Фиф, царя Крионта Почему-то все считают, что он был беспощадным, тираном, злым, властным А все это так неправда То есть, конечно, в нем все это было, как в каждом из нас Но Крионт, который нашел в себе силы покаяться Нашел в себе силы понять, что нет ничего дороже человеческой жизни Это роль, о которой, я не знаю, не всем удается такое счастье прикоснуться и воплотить такого персонажа Трагедия коснулась всех героев спектакля Но самой трагичной фигурой режиссер-постановщик считал пробителя Фиф Крионта Который понял, что все его установки, ориентиры не являются верными Доказательством тому потери родных и, как следствие, смысла жизни Он родился в многодетной греческой семье в феврале 1968 года Детство провел в Грузии Восемь классов окончил в городе Иссентуки Родители видели в нем будущего врача А он видел себя только на сцене Так что свою театральную судьбу складывал сам После Днепропетровского театрального училища Работал в драматическом театре города Луцка Как полагается, служил в рядах Советской армии В ракетных войсках Потом недолгий театральный период в Пятигорске И вот он, студент в ГИКа Актерский факультет – мастерская Анатолия Владимировича Ромашина Окончил с красным дипломом Еще будучи студентом второго курса Дебютировал в кино В картине режиссера Владимира Мотыля «Несут меня кони» Нынче его киношный послужной список Весьма солидный Сыграно ролей самых разноплановых Более чем в пятидесяти фильмах Но театр остался его непобежденной любовью Театр рожден в Древней Греции И актер в Древней Греции Было понятие Это было по-гречески Итопхиос Что означало человек, делающий нравственность И мне это нравится больше Потому что я абсолютно уверен Что актер должен нести ответственность За то, что он делает За то, что он говорит И за то, что он играет Я абсолютно согласен с тем Что актер обязан выбирать хороший материал Если он есть Сколько же я в театре-то? Сколько лет-то я в театре? Конечно, не 60 Конечно, не 70 Но через два года будет 30 лет Тоже такой юбилейчик В общем-то Спасибо И я без театра себя не мыслил И я пришел в актеры, чтобы быть в театре Театр должен быть разным Я в этом убежден абсолютно Город оживился и в волнении ждет На базаре скуплены под корень цветы Женщины в витрину моют Твоё, ну где же ты? Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра Вижу, вон, вижу Мальчик вспышки олёт Шляпы разноцветные Китает халпат И оркестр играет Прибыл ваш парахон Пам-пам-пам-пам Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра Аплодисменты И сейчас я вам подарю, конечно же Греческую песню Греческую песню Все начинается с любви Так назвал Эвклид Свою музыкально-поэтическую программу Можно сказать, что каждая его новая работа Начинается с любви Любви к искусству Ко всему прекрасному, что есть в человеке И на земле А музыку он считает Одним из совершеннейших выражений прекрасного О фестивале О фестивале этом чудном Я узнал только через моих друзей Любимых моих людей Это Голобородько Александр И его супруга Светлана Замечательная актриса Театра Массовета И Оксаночка Колесникова То есть вот через них я узнал Об этом фестивале И вы знаете, что меня больше всего Его умиляет, что есть люди, которые 17 лет Объединяют театры всех стран и народов То есть это не просто театральный фестиваль Это международный фестиваль Что такое театр? Что такое искусство? В Древней Греции доплачивали зрителю Чтобы он приходил в театр Понимаете? Это же не просто так Это значит, платили человеку Чтобы он пришел и духовно рос Он трудился душой И если вот в регионе есть фестивали Которые дают возможность зрителя Тянуть наверх, не вниз Вниз очень легко утянуть Всякими шутками, прибаутками И прочими делами А вот поднять еще к высокому искусству Это конечно Удаки! Внутреннюю опору ищу, отец Ты им все предала Меня! Идею! Свой я, клянусь! Вот борода! Ужи! А муж не удак Кто меня знает? Как по-вашему все-таки театр воздействует на человека? Вы выходите на сцену, вы ощущаете дыхание зала, его какое-то волнение или равнодушие? Что вы! Это всегда такое волнение И мне всегда в интервью говорят Ой, ну что ж вы врете, ну вы-то уже заслуженный артист Но вы уже сколько вам? Ну не надо Вы понимаете Это конечно разное волнение разного рода Если это премьера спектакля Это одно волнение Это как на экзамене Потом, когда мы играли спектакль антигона после премьеры в Афинах Представляете, какое было волнение Мне, греку Это мечта Не только грека, актера Играть не что-нибудь, а древнегреческую трагедию И где на родине, где была рождена драматургия и театр Я знал, что Крым был открыт практически греками Но я не предполагал, какое наследие они оставили на этом полуострове Эвклид Кюрдзейдис, член Союза кинематографистов и гильдии актеров кино России В 2011 году получил звание заслуженный артист Республики Южной Осетии Среди его наград есть одна, которой можно и должно особенно гордиться Орденом пользы, чести и славы его наградил фонд Героя России генерал-полковника Трошева При содействии комендантской службы Москвы и Кремля Вместе со своими героями актер проходит сквозь многие эпохи Но даже самые отрицательные черты иных его персонажей не оседают в душе исполнителя Он остается жизнерадостным, общительным, верным в дружбе Остается романтиком, в чьей душе живет праздник И этим праздником он всегда готов поделиться с людьми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова